На заседании правительства Тверской области наметили дорожную карту реализации основных тезисов послания президента страны Владимира Путина. В документе более 60 задач, связанных с развитием инфраструктуры, поддержкой предпринимательства, модернизацией отрасли здравоохранения и других. Более подробно о том, какая работа будет вестись на территории Верхней Волжья в соответствии с задачами, которые поставил российский лидер, в материале нашей съемочной группы. Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию во многом определило то, как будет развиваться Верхней Волжья в ближайшее время. Такой вывод можно сделать по итогам заседания регионального правительства, которое в пятницу 23 апреля провел губернатор Игорь Руденя. Глава региона сделал особый акцент на словах российского лидера о том, что органам государственной власти необходимо сконцентрировать внимание в своей работе на решении задач в сфере демографии, поддержки семьи, образовании, повышения доходов граждан, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды. При этом вся деятельность органов власти, социальная и экономическая политика подчинены одной цели. Это сбережение нашего народа, повышение уровня жизни всех граждан России, забота о благополучии каждой семьи. Хотим это сделать максимально динамично, быстро, потому что президент объявил меры поддержки. Есть меры федерального характера, а есть то, что должно быть сформировано в регионе. Если говорить про главный вопрос демографии, это прямые меры поддержки, которые были объявлены президентом. Здесь очень важно, чтобы сработала хорошо система федеральная, которая уже практически отлажена, и наша региональная, которая сейчас уже завершает отработку и уже начинает работать в нормальном стандартном режиме. По итогам послания в Тверской области сформировано 67 задач по 11 первоочередным направлениям. В сфере здравоохранения эта программа по 100% диспансеризации и ускоренной профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Повышение темпов вакцинации населения, строительстве и оснащении медицинским оборудованием нового хирургического корпуса Тверского онкодиспансера, а также обновление автопарка скорой медицинской помощи. Ключевая для жителей Верхневолжья тема – газификация. Владимир Путин поддержал идею, разработанную правительством Тверской области совместно с партией «Единая Россия» по бесплатному подведению газовых сетей к земельным участкам жилых домов. Конечно же, это самая для нас актуальная тема инфраструктурного развития, это дороги, мосты. Буквально вчера мы вечером провели крупное совещание с представителями проектных организаций. У нас будет несколько проектов, о которых мы объявим. Это в том числе проект в городе Твери, строительство 4-го моста в рамках строительства Западного моста. Это мост, который соединит улицу Фрунзе с Санкт-Петербургским шоссе. Это будет максимально прямая дорога. И плюс ко всему это будет транспортная развязка в районе Горбатого моста. Кроме того, будут разработаны дополнительные региональные меры поддержки семей с детьми. В России активизирована работа по строительству учреждений образования и приобретения автобусов для подвоза детей в школы. Продолжится работа по линии заявленного президентом обеспечения доступности детского отдыха за счет возврата 50% от стоимости путевки. Такая практика уже сложилась в Тверской области. По инициативе Игоря Рудени стоимость путевки в загородные лагеря в этом году для работников бюджетной сферы не превысит 9900 рублей. Также перед правительством Тверской области и профильными министерствами стоят задачи по открытию студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, реализации федеральной научно-технической программы в области экологического развития, содействуя в открытии собственного дела безработным гражданам. Кроме того, будут разработаны предложения по дополнительному стимулированию малых и средних предприятий Тверской области, ускоренному развитию опорной магистральной сети дорог и прочее. Продолжение следует...